Добрый день мои дорогие друзья! Сегодня готовлю окрошку. Это окрошка один из любимых летних рецептов не только в нашей семье, но и вообще для всех. Подготовим овощи для окрошки. Для этого нам нужен картофель. Картофель можно отварить в мундирах и почистить его. Можно его порезать кубиками, отварить кубиками, то есть так как вам удобно. Картофель. Свежий огурец. Нарезайте произвольно. Я нарезала кубиком. Можете нарезать так как вам нужно соломкой, крупными кусочками. По-любому. Окрошка всегда получится вкусной. Редис. Сегодня я в окрошку добавляю копченую курицу. Можно отварить куриную грудку или добавить натуральную ветчину. То что вы хотите. Может быть вы сделаете с обычной колбаской. У меня сегодня копченая курица. С копченой курицей получается очень вкусная окрошка. Белки яиц. Добавляю немного порезанного кольцами. Лук-порей. Обычно режется нижняя светлая часть. Если у вас порея нет, просто не добавляйте его. Сейчас мне нужна ступка. В ступку я добавляю укропа. Примерно столовую ложку и столовую ложку или чуть больше зеленого лука. Немного соли. И пестиком растираю. Можно это просто сделать в тарелке и потолочь немножко, если толкушки такие есть старые деревянные или чем-то, чтобы вот сок выделился. Сразу аромат услышите абсолютно другой. Добавляю оставшуюся зелень. У меня здесь петрушка, кинза, зеленый лук и оставшийся укроп. Сейчас приготовим заправку для окрошки. Куриные желтки. Их нужно измельчить вилкой. К желткам добавляю белый перец. Можно добавить черный перец. Чайную ложку перетертого хрена. Хрен добавляйте по вкусу в зависимости от остроты. И горчица домашняя. Я добавляю немного, потому что она у меня просто огненная. Сметаны две ложки. Добавляю сюда пол чайной ложки соли. Немного кефира, чтобы масса у нас стала более жидкой. И лимонной кислоты четверть чайной ложки. Лимонную кислоту добавляйте обязательно. Она является консервантом. И окрошка не забродит. И на второй день она также будет очень вкусная. Я добавлю пол чайной ложки сахара. Сахар не будет ощущаться, но он придаст свой вкусовой оттенок. Соус я вливаю в окрошку. Добавляю кефир. Кто живет за рубежом, вместо кефира можно использовать баттермилк. Очень вкусно получается тоже. И добавляю газированную воду. Газированной воды добавляем столько, чтобы консистенция окрошки получилась такая, какая вам нужна. Попробуйте окрошку на соль и на остроту. Мне нужно добавить немного соли. Мы любим окрошку густую. Вот такая она, как густой летний суп. Если вам нравится более жидкое, просто добавьте больше минеральной воды или кефира. Также еще хотела допомнить. Многие спросят, можно ли не заливать кефиром с водой сразу, а потом добавлять. Я не делаю так. Мне больше нравится, когда готовится окрошка сразу, она тогда настаивается и получается очень вкусно. Эту окрошку можно залить и квасом, и сывороткой, и айраном. Все, что вы хотите. То есть, жидкая составляющая может быть абсолютно любая. Но густые ингредиенты я предлагаю вам использовать такие, как в моем рецепте. Очень вкусно. Готовьте с удовольствием, удивляйте своих родных и близких этим невероятным вкусом. Окрошка просто сказочная. Всего доброго. До новых встреч с вами. Субтитры создавал DimaTorzok